В эфире программа Эль Шедай. Начинаем! Сегодня я хочу поговорить на тему, которая называется «Как проклясть человека». Вам интересно? Или как освободиться от проклятия? Проклятие – это страшная вещь. Первое. Существует родовое проклятие. Родовое проклятие – это определенное негативное воздействие на внутреннюю структуру человека, которое затем через генетическую память оказывает влияние на всех последующих представителей данного рода. Допустим, у меня был дедушка, и кто-то его проклял. И это проклятие начало действовать в нем. Когда мой дедушка умирает, это проклятие автоматически переходит на меня. Что такое генетическая память? Это генетика. Иногда проклятие переходит по генетике. По родовой генетике и по физической генетике. По генетической памяти. Дорогие друзья, и когда мой дедушка умирает, это проклятие переходит на меня. Начнем с того, что такое проклятие. Это сказанное слово, но не просто сказанное слово. Когда ты говоришь, иногда твое слово может действовать, а иногда нет. Но если за твоим словом стоит какая-то сила или личность, тогда это сила или личность, или родовое проклятие начинает действовать в твоей жизни. Когда, допустим, я говорю, я проклинаю тебя и называю имя, это проклятие автоматически вылетает. За него касается вес или демон. Оно вылетает в человека и действует в че-ло-ве-ке. Как же освободиться от проклятия? Очень просто. Нужно, чтобы кто-то за тебя помолился, и чтобы этот родовой демон ушел. И когда ты молишься, ты разрушаешь во имя Иисуса Христа силы Духа Святого. Это в основном происходит в церкви. Ты разрушаешь этого демона, и это проклятие, и оно разрушается. Но не все так просто. Нужно найти живую церковь, где будут разрушать родовое проклятие. Такое проклятие, родовое проклятие, бывает несколько видов. В одном случае, кто-то посторонний проклинает весь род. В другом случае, один предок проклинает другого или даже своих детей. В третьем, весь род попадает под проклятие из-за каких-то поступков. То есть, проклятия бывают разные. Если это родовое проклятие, неважно, кто тебя проклял. Если это проклятие у тебя есть, оно переходит на твоего сына, сначала оно у тебя, потом переходит на твоего сына, от твоего сына, от твоего внука, и потом от твоего правнука. До третьего, четвертого колена. Но, если твой внук познал Господа, вот человек приходит в церковь и кается, ты можешь ходить в церковь 10 лет, но проклятие будет тебе. Я знаю церкви, где люди верят в Бога, люди славлят Бога, но проклятие действует в них. Действует очень долго. Нужно конкретно человек, к которому ты придешь, и который во имя Иисуса Христа разрушит это проклятие силой Духа Святого. Есть еще одно проклятие. Приобретенное проклятие. Проклятие, приобретенное проклятие, это проклятие, которое человек приобрел в течение жизни в результате каких-либо неправильных действий перед Богом или неправильных действий против человека из-за собственных корыстных целей. Например, измена жене, мужу, обида и постоянный гнев на человека, через постоянное желание отомстить человеку или развести семейную пару. То есть, приобретенное проклятие приобретается благодаря греху. Ты начинаешь грешить, и ты приобретаешь беса или демона. И это проклятие или эта установка начинает действовать. Но для того, чтобы эта установка начинала действовать, ты должен сначала обидеть человека. Человек должен тебя проклясть, и это проклятие начинает действовать. И еще одно вид проклятия – это посылаемое проклятие. И это посылаемое проклятие, это проклятие, которое преднамеренно посылаемое человеком. Заклятие. Чтобы разрушить жизнь человека или причинить зло. Часто люди обращаются к колдунам, чародеям, чтобы причинить вред своим обидчикам или врагам. Допустим, вот я знаю историю, хочу интересную историю вам рассказать. Однажды я был в церкви, на домашней группе. Пришла одна девочка, девушка, ей было 16 лет. Она влюбилась в одного молодого парня. И он… Но эта любовь была невзаимная. И она пошел к ведьме-гадалке и говорит, я хочу, чтобы ты его причарувала. Да? И там гадалка пошептала, что-то сказала. Раз, два, три, четыре, пять. И этот парень влюбился. Но это была не любовь. Это было колдовство. И полгода они были вместе, все было хорошо. Но через полгода парень заболел. Парень действительно серьезно заболел. Серьезно начал болеть. И заболела эта девушка. И когда она пришла в церковь, ей было очень плохо. Мы за нее молились. И Бог дал такое откровение, что это колдовство. И она якобы сделала, якобы, сделала хорошую вещь. Она через колдовство сделала так. Она влюбила этого молодого человека в себя. Но это колдовство и это плохо. Любовь, она приходит от Бога. Ты не можешь заставить кого-то себя любить. Но когда ты начинаешь делать подобные манипуляции через колдовство, в твою жизнь приходит проклятие. Так вот, это проклятие было в виде болезни. В виде страшной болезни. На эту женщину, точнее, на эту девушку и на этого парня. Мы молились. Долго молились. Часа два-три. И эта девушка получила свободу. Впоследствии мы узнали, что уже через неделю этот парень, якобы, разлюбил эту девушку. На самом деле он ее не разлюблял. Он ее просто никогда не любил. Мы просто во имя Иисуса Христа силы и Духа Святого разрушили эту колдовскую силу и любовь. И так сказать, любовь ушла. Хотя это была не любовь. Это была влюбленность. Или это была какая-то бесовская одержимость этой девушкой со стороны этого парня, не по воле этого парня. Поэтому виды проклятия разные. Проклятия, приобретенная, наведенная, посылаемая. Какие бы ни были эти проклятия, проклятие разрушается во имя Иисуса Христа силой Духа Святого. Есть еще один вид. Произнесенное проклятие. Произнесенное проклятие – это вид проклятия, которое появляется в результате слов, сказанных в порыве гнева на другого человека. Такой человек живет под грузом давления темных сил и очень, очень несчастлив. То есть проклятие может быть, когда произносят слова на тебя. Или проклятие может быть, когда ты ничего не сделал, никаких плохих слов на тебя не говорили. Просто проклятие перешло на тебя потому, что дедушка твой умер. Оно было на нем, а ты, как его потомок, через генетическую память данного рода, это проклятие перешло на тебя. Ты говоришь, ну я же не заслужил это проклятие. Да, не заслужил. Но ты, как имеющий родовое дерево со стороны своего дедушки, получил такой, так сказать, в кавычках, подарок от своего дедушки. Но Иисус, с именем Иисуса разрушается всякое проклятие. Силой Духа Святого разрушается всякое проклятие. Тебе нужно просто найти человека, который помолится во имя Иисуса. И Дух Святой придет и разрушит все автоматически. На мне было проклятие. На мне было два вида проклятия. Один вид проклятия Бог разрушил в церкви, когда за меня молились. Это было проклятие на нищету. Куда бы я ни двигался, что бы я ни делал, я всегда был нищий. Мне не хватало денег ни на что. И когда в церкви это было разрушено, я ощутил, как будто какая-то сила, грязная, мерзкая сила вышла с меня. И уже через месяц деньги просто начали прилипаться ко мне. Буквально недавно я узнал, что моя бабушка, кстати, мой прадед был вором. И именно когда его прокляли, это мне Бог открыл лично, что когда его прокляли, из-за того, что он был вором, эта нищета пришла в его жизнь. А потом пришла на меня. И когда я был свободный, я получил свободу от Бога. И потом я узнал второе проклятие, это колдовское проклятие. И я узнал от своего отца, что у меня была бабушка, точнее, прабабушка, которая занималась, грубо говоря, которая была ведьмой. К ней приходили все люди, она им колдовала, якобы помогала, но она использовала магию. И этот демон, родовой демон, он перешел на нее, с нее на меня. И куда бы я ни двигался, что-то мешало мне. Я пытался разобраться, что мешает мне, и я не мог понять. Однажды я пошел в церковь, за меня молились, и Бог открыл людям через дыры Духа Святого о том, что во мне этот родовой демон, за меня молились, и я получил полную свободу. За каждым проклятием стоит демон и бес. За каждым. Сама установка, сказанная человеком, допустим, моя установка к Андрею. Андрей, я проклинаю тебя, потому что ты сделал мне плохое. Когда это слово вылетает, за него цепляется демон. И демон вместе с этим словом и с этим проклятием метит другого человека и живет в нем. Человек умирает, это проклятие приходит на его сына. С его сына на его внука, с внука на правнука. Но все эти четыре поколения имеют право быть в свободе. Потому что они не заслужили это. А получить свободу от проклятия и этого демона, стоящего за этим проклятием, можно только, когда за тебя будет молиться во имя Иисуса Христа и Дух Святой, снизойдет на тебя сверхъестественной силой и изменит твою жизнь. Но все это произойдет с тобой, когда ты будешь в церкви. И когда человек, знающий Бога близко-близко, помолится за тебя во имя Иисуса и Дух Святой тебя освободит. Какое бы проклятие ни было в твоей жизни, почитай Второзаконие 28 главу. Ты можешь иметь благословение, а благословение – это совершенно другое. Нельзя в своей жизни иметь благословение, автоматически иметь проклятие. Ты имеешь или проклятие, или благословение. Когда ты теряешь проклятие, это еще не значит, что ты благословлен. Благословение нужно заслужить. А заслужить благословение можно только тогда, когда ты любишь людей, любишь Бога, служишь людям и служишь Богу. В принципе, то, что делаю я, по крайней мере, стараюсь. Получается у меня или не получается, ну, решать не мне, наверное, решать вам, решать другим людям. Поэтому моя цель одна – учить вас, научить вас, как быть свободными и как одержать в разных отраслях победу. Проклятие – это не вырук, это не то, что тебя должно унижать всю жизнь. Проклятие – это то, от чего ты можешь освободиться, когда за тебя помолятся. Иисус, и Дух Сито придут и изменят твою жизнь. Продолжение следует...